все поехали привет дроноводы вы снова на канале русского сумасшедшего пилота и темой нашего сегодняшнего разговора будет нервная система наших дронов а точнее система его управления порассуждаем на тему почему существуют рьяные сторонники tbs crossfire а дальше поговорим о настройке и прошивке аппаратуры внешнего модуля и приемника елс на самом деле это видео должно было выйти намного раньше но летний сезон наложил свои коррективы сейчас же осенняя непогода позволила найти свободное время и в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом работы с елс то есть как я первые разы прошивал его и как я делаю это сейчас то есть по уму грубо говоря как это наиболее удобно и целесообразно также поделюсь проблемами с которыми я сталкивался в процессе прошивки и как их можно устранить или обойти ну и затрону тему елс 2 и 4 гигагерца почему я не летаю на нем почему я выбрал радиомастер 4 в одном с внешними модулями ну и также какие тонкости могут возникнуть в процессе его настройки да хочу заметить что это уже вторая попытка снять этот ролик ведь я думал что я его успешно отснял еще неделю назад но получилось так что три часа в сибирском не настей и кривые руки не позволили использовать этот отснятый материал возможно я буду делать какие-то вставки из предыдущего видео но что там было гляньте сами то погода не задалась то в резкость не попал но виды на енисей были отличные да и прежде чем начать не забываем подписаться на канал если вы этого еще до сих пор не сделали ладно поехали старожилы fpv летающие давно и много в один голос твердят что нет лучшей системы чем crossfire tbs также и мой друг алексей торбеев ведущий канала записки fpv пилота говорит саня бросай это гиблое дело пересаживайся на тбс и ты забудешь про все проблемы а проблемы у меня действительно были в самом начале и об этом я рассказал в ролике про пять граблей в fpv которые в принципе очень может оказаться полезным для начинающих пилотов которые только стоят в начале пути если интересно можете глянуть ссылка вверху но также оставлю ссылку в описании к этому видео но в итоге со своими проблемами я разобрался приобрел внешний модуль радио мастер бандит и сейчас практически кайфую от качественной и надежной работы своей системы на базе елрс почему же многие адепты fpv так негативно отзываются о системах елрс ответ прост дело в том что когда они начинали 5-6 лет назад а некоторые и еще раньше на тот момент система елрс была еще практически в зачаточном состоянии было много багов сырое глючное программное обеспечение сложная в настройке позволяла использовать его только самым продвинутым специалистам в области айти и вообще требовалось много усилий для того чтобы все это в конечном итоге полетела и нормально управлялась также у производителей была куча заморочек и каждый пилил этот стандарт немножко под себя некоторые модули аппаратура на базе этого протокола работали только со своими приемниками и это также накладывало дополнительное ограничение соответственно люди начинали пользоваться кроссфайером от команды черной овцы именно так переводится аббревиатура tbs team black sheep за произношение делайте скидку английский у меня никакой а поскольку продукт этот был действительно достаточно хорош то они конечно становились его рьяными поклонниками и сбить человека на что-то другое потом было практически нереально потому что когда у тебя парк дронов исчисляемый несколькими штуками аппаратура все уже на tbs смысл куда-то дергаться но и стоит отметить что tbs tango то есть действительно отличная аппаратура которая хорошо лежит в руке компактная надежная и долговечная но и rs тоже не стоял на месте и за короткое время развился хороший качественный и надежный стандарт систем управления наши товарищи из китая очень быстро заполонили рынок хорошими качественными надежными аппаратурами внешними модулями и приемниками системы елэс у которых помимо технических преимуществ перед прославленным tbs crossfire оказалось еще одно существенное преимущество это их цена до системой елэс в два а порою и в три раза получаются дешевле чем тот же tbs crossfire будь то приемники будь то внешние модули будь то сама аппаратура несмотря на то что этот раз светит солнце на самом деле на улице дубак дубачина сегодня с утра уже были первые заморозки и поэтому я не знаю и поэтому наверное все таки какую-то часть материала которые отснял в предыдущий день я буду использовать ладно перейдем самому елэс непосредственно его настройки про сам модуль радио мастер бандит который я взял на замену моего сгоревшего модуля бета fpv я наверное сделаю ролик отдельный потому что эта вещь интересная качественная она мне очень понравилась и это повод для того чтобы поговорить о ней отдельно но как я сам пришел к этому первый раз когда я столкнулся с елэсом ну я посмотрел на него и увидел что и на внешних модулях и на дроне есть разъем type-c и конечно же имея какой-то айтишный background я подумал что стоит попробовать подключить все это к компьютеру обычным usb кабелем и так и сделал в конечном итоге скачав елэс конфигуратор скачать необходимые драйвера это тоже обязательный момент при использовании данного метода я смог прошить внешний модуль и также я смог прошить приемник елэс на своем квадрокоптер прежде чем включать аппаратуру убедитесь что вы присоединили антенну к вашему внешнему модулю иначе вы наступите на грабли о которых я уже рассказывал в предыдущих видео дальше подключите кабелем usb type-c ваш внешний модуль к компьютеру и убедитесь что на вашем компьютере появился новый последовательный порт теперь мы открываем елэс конфигуратор ссылку на него найдете в описании к видео и выбираем необходимые параметры в моем случае категория радио мастер 900 мегагерц устройство радио мастер бандит на на tx остальные пункты можно оставить без изменений необходимо установить только бинт фразу по которой наша аппаратура и дрон будут соединяться друг с другом выбираем правильный ком порт нажимаем кнопку прошить и ждем пока не появится зеленая надпись успешно после этого сохраняем в известное место луа скрипт который нам понадобится для доработки нашей аппаратуры там подготовился луа скрипт который необходим для того чтобы на аппаратуре у нас появились все необходимые пункты меню именно для этого модуля этот скрипт записывается на аппаратуру на флешку которая допустим на радио мастере зора есть доступ к ней достаточно прост хотя в принципе можно и саму аппаратуру подключить к компьютеру через usb type-c также и выбрав пункт подключения как storage накопитель залить этот скрипт на флешку непосредственно через саму аппаратуру ну то есть это достаточно удобно тем более на тех аппаратурах на которых флешки ставятся куда-то глубоко внутрь и для того чтобы добраться до них надо еще разобрать половину аппаратуры конечном итоге аппаратуру я увидел луа скрипт поместил на необходимое место и в меню самой аппаратуры то есть я нашел все что необходимо второй подопечный у нас был конечно же сам дрон у него тоже есть разъем type-c и в принципе через него тоже можно прошить модуль елрс но для этого у вас соответственно должна быть правильная распайка все проводочки должны быть на месте как rx так и tx и тогда вы также можете прошить этот модуль через елрс конфигуратор для этого подключаем полетный контроллер нашего дрона к компьютеру и кабелем usb проверяем появился ли в устройствах новый ком-порт у меня появился порт ком-6 значит все в порядке также подключаем батарейку для запуска питания на модуле елрс это нужно не во всех случаях но у меня работает так дальше выбираем категорию и тип устройства определяем метод прошивки в нашем случае это пасру то есть через также указываем бинт фразу и ком-порт нашего полетника после чего нажимаем кнопку прошить и прошивка собирается но бывает вот так почему так получилось я долго разбираться не стал можете черкануть в комментах если у вас есть мысли по этому поводу но если получилось также то предлагаю перейти к самому надежному простому и универсальному методу прошивки через вай фай в дальнейшем я стал использовать метод прошивки с помощью вай фай и я думаю что большинство пользователей елрс пользуются именно им потому что это наиболее удобно и в принципе рассчитано как раз для того чтобы оперативно прошивать и внешние модули и аппаратура и дроны все на всех этих системах елрс и есть свои вай фай точки доступа и когда вы ее активируете вы можете подключиться либо ноутбуком либо смартфоном этой точки доступа и получить доступ к меню этих меню управления настройки и прошивки этих устройств соответственно этим же методом вы можете прошить все это и через елрс конфигуратор делается это все достаточно просто когда вы вошли то есть в меню настройки на аппаратуре допустим для внешнего модуля вы заходите и так для прошивки внешнего модуля по вай фай нам необходимо включить аппаратуру войти в меню настройки внешнего модуля и выбрать пункт вай фай коннективе после чего нажать на кнопку enable вай фай то есть включить вай фай затем на компьютере или наутбуке мы находим в подключениях вай фай наше устройство называться она может либо экспресс лрс тх в моем случае тх это внешний модуль от слова трансфер передача либо экспресс лрс rx то есть ресей в получении если мы будем прошивать наш елрс приемник но о нем чуть позже после подключения у вас автоматически открывается браузер и адрес подключения 100001 он абсолютно идентичен для всех устройств елрс которые подключаются автоматически по дефолту после активации вашей точки доступа по этому адресу вы можете зайти как через веб-интерфейс так и через елрс конфигуратора и соответственно осуществить действия по прошивке и настройки через вай фай вы можете сделать это даже через обычный смартфон на поле если вам нужно там перебить аппаратуру перебить перебить дроны поэтому как бы ну вай фай метод наиболее удобен для прошивки с домашнего компьютера удобнее всего использовать внешнюю вай фай карту которую можно подключить к компьютеру через usb дальше подаем питание на наш дрон не включая аппаратуру светодиод на приемнике начинает равномерно мигать ожидая бинда и через минуту обидевшись переходит в режим точки доступа что мы видим по его частому миганию ну а дальше все традиционно мы выбираем точку доступа с названием экспресс lrs rx выбираем в конфигураторе режим подключения вай фай проверяем бин фразу и нажимаем кнопку прошить после чего начинается процесс сборки и прошивки а мы пьем кофе и ждем появления зеленой надписи успешно очень важно не отключайте питание пока не убедитесь что светодиод на приемнике снова начал мигать длинными импульсами отвлекусь немножко сразу такой момент самый удобный метод это когда у вас компьютер и либо ноутбук имеет проводное подключение к интернету и свободный вай фай модуль вай фай сетевую карту которая никуда не подключена тогда подключение к интернету у вас постоянное и через вай фай карточку вы подключаетесь либо к внешнему модулю либо к приемнику если же вы используете ноутбук и при этом интернет получаете через его вай фай карту то у вас может возникнуть такая проблема что подключаясь к модулю или приемнику вы отключаетесь от интернета и тогда то есть конфигуратор экспресс lrs не может собрать должным образом прошивку из исходников потому что он берет ее онлайн чтобы обойти эту проблему мы можем поступить иначе вначале собрать прошивку сохранить ее в отдельный файл и после этого уже подключиться непосредственно либо к передатчику либо к приемнику да то есть и залить эту прошивку через их веб-интерфейс тут у нас почти все то же самое за исключением нюанса пока у нас подключен интернет мы выбираем все необходимые пункты как и при обычной прошивки через вай фай но в итоге вместо кнопки прошить нажимаем кнопку собрать в этом случае у нас собирается прошивка и система предлагает сохранить ее в файл что мы и делаем а дальше мы переподключаемся от нашего интернета к точке доступа нашего приемника открываем его веб-интерфейс выбираем вкладку апдейт и вот тут-то нам и понадобится сохраненный файл выбираем его нажимаем прошить и вуаля внимание тут еще раз хочу напомнить что необходимо дождаться когда светодиод на вашем приемнике замигает длинными вспышками иначе вы рискуете попасть на недопрошитый приемник кстати если вы знаете как вывести его из комы после неудачной прошивки черканите в коментах обычно то есть система не запрашивает пароль она проглатывается легко и непринужденно но если вдруг система запросила пароль то пароль у нас достаточно простой экспресс лрс маленькими латинскими буквами слитно и если у вас такая ситуация возникла когда запросили пароль ввели и все у вас подключилась и прошилась все вышесказанное относится к лрс у на моем дроне на 900 мегагерц но стоит упомянуть и про 2 и 4 гигагерца если вы решили использовать аппаратуру на 2 и 4 гигагерца и его модули соответственно 2 и 4 гигагерца то принцип абсолютно тот же самый тут стоит упомянуть почему я не пользуюсь лрс 2 и 4 гигагерца дело в том что когда я приобретал свой радио мастер зора я также стоял перед выбором что выбрать вариант 4 в одном или вариант с елрс на 2 и 4 гигагерца и поскольку я хотел сразу строить дальнолет я подумал что на 900 мегагерц дальнолет может лететь существенно дальше то есть это стандарт для систем дальней связи и поэтому остановился на варианте 4 в одном потому что я подумал что так будет более универсально и именно на аппаратуре радио мастер 4 в одном есть разъем для подключения внешних модулей формата на на но на самом деле тут я немножко ошибся дело в том что и на аппаратуре радио мастер со встроенным модулем елрс на 2 и 4 также есть разъем на на и соответственно к ней тоже можно подключить внешние модули тут уже выбирать вам как говорится если вы планируете использовать дроны с модулями fr sky там и все тогда в принципе аппаратура 4 в одном может дать вам преимущество то есть в плане своей универсальности но поскольку сейчас даже маленькие дрончики начали делать уже со встроенными елрс на 2 и 4 то стоит подумать вполне возможно что именно этот вариант будет наиболее правильным с самого начала тем более что даже на этом стандарте можно летать достаточно далеко я думаю 35 километров этому протоколу и аппаратуре которая его использует вполне по силам а возможно и больше а если использовать еще направленные антенны то гарантированно можно и за десяточку наверняка лететь потому что на своем гражданском дроне outel evo 2 pro я который работает на частоте 2 и 4 гигагерца я без проблем летал на 6-7 километров и дальность ограничивалась не дальностью связи а временем жизни батареи осень берет свое погода интенсивно портится видимо пора заканчивать снимать видео в таком формате и перебираться в домашнюю кухонную студию до новых встреч пока